Праздник Жатвы Я попрошу вас всех встать Писание говорит так Наблюдай и праздник Жатвы Первых плодов труда твоего Которые ты сеял на поле И праздник собирания плодов в конце года Когда уберешь с поля работу твою И веселись перед Господом Богом твоим Ты и сын твой И дочь твоя И раб твой И раба твоя И левит, который в жилище твоих И пришелец И сирота И вдова Которые среди тебя На месте Которые изберет Господь Бог твой Чтобы пребывало там имя Его Это праздник жизни Это праздник необыкновенной милости И заботы нашего Господа Однажды на это Бог сказал Чтобы земля произрастила плод свой И она исполняет в точности свое предназначение У христиан Это в крови Благодарить Бога За то, что Он нам посылает И это служение Мы посвящаем благодарности Нашему Богу За то, что мы видим перед собой Хотя мы и не трудились над этим Но мы не только видим Мы Его употребляем Оно есть на столах наших Оно есть в магазинах И за эту благодарность Богу Принеси в жертву Богу хвалу И воздай Всевышнему обеты Кто приносит в жертву хвалу Тот чтит меня Друзья дорогие И мы в начале нашего служения Призовьем имя Господне На это служение Пусть наши молитвы Будут услышаны Пусть наша благодарность Будет воспринята в небо Пусть на этом служении Прославится имя Господне Аминь, молимся Не нам, Господи Не нам, но имя Твоему Да будет слава Честь, поклонение Великий вечный Бог Отец и Дух Святой Аминь Дорогие друзья, давайте все вместе Скажем слава Иисусу Христу Вы знаете, в этот день Я хотел бы, чтобы все мы Из нашего сердца Из наших уст Изливалась благодарность Богу Вы знаете, мы люди Привыкли больше просить Правда? Но как важно, чтобы в этот день Когда мы благодарим Бога за все Чтобы из наших уст Была благодарность Богу Да, возможно, в конце Когда будет нужно Мы что-то попросим у Него Но сейчас я призываю вас Благодарить Славить Его за все Нам есть за что Благодарить нашего Бога Правда так? Аминь За хлеб За воду За мирное небо За то, что нам есть Во что одеться За то, что мы можем Собраться все вместе Это благодарность Это слава Нашему Господу Иисусу Христу Поем все вместе Чем могу воздать Тебе, мой Господь Чем могу воздать Мой Господь За все, что дал Ты мне Мир и благодать Свет любви Зажег грехом на ней Голоса ангельского пения Не остановят Моих слов Все, чем живу Тебе я посвящаю Хвала Тебе, мой Бог Тебе моя слава Хвала и осана Мой Бог Путь прославлен Путь пребать весен За то, что мыло От зла Искупила Спасенье отрыла А свети спасла Я даю всю жизнь Только Тебе Только Тебе Вся жизнь моя Искупила На земле Мой Господь Искупила Только для славы Твоей Тебе Моя слава Твоя И осана Мой Бог Мой Бог Путь прославлен Путь пребать весен За то, что мыло От зла Искупила Искупила Спасенье отрыла Ответ С pelvis Тебе Моя слава Хвала И осана Мой Бог будет прославлен, Будет крепость несет за кровь, Что отмыло от зла и скупило спасение. Свет не открыла, а смерти спасла. Слава Его за то, что Его кровь меня омыла, За то, что Его кровь от смерти меня спасла. Я благодарен Ему, мой Господь. Я хочу сегодня сказать спасибо Тебе за все, Что Ты заделал в моей жизни. Если бы не Иисус Христос, я бы точно не стоял бы здесь. И я уверен, наверное, и бы вас здесь не было бы, Если бы не Иисус Христос, Который однажды две тысячи лет пришел на эту землю, Отдал свою жизнь за всех нас. И вот за это нужно больше всего Его благодарить, За Его прожитую жизнь, за Его смерть, И за Его прекрасное воскресение, За то, что Он подарил для нас надежду на то, Что и мы воскреснем, и будем с Ним вечно жить, И славить Его святое имя. Благодарим Его за это. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 даю за кормку за кровь я тебя благодарю за воскресенье твое и за победу твою благодарю тебя Иисус благодарю тебя Иисус благодарю тебя Иисус за все тебя благодарю за все тебя благодарю за прекрасный рассвет добрый добрый утренний свет за творение твое за спасение моё благодарю тебя Иисус благодарю за все благодарю спасибо 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 я просто спасибо 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 я спасибо спасибо я спасибо 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 я спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 что дети мои ходят в истине. И это было слова апостола Иоанна, которые он имел тем людям. Он писал возлюбленному, и он говорил, радость, когда я вижу, что те, которым я служил, за которого я молился, они ходят в истине. И я верю, что это не по-другому происходит с нами, когда мы как церковь, когда мы как старшие люди молимся за наших детей, молимся за нашу молодежь, чтобы Господь благословил, чтобы Господь открылся, чтобы Господь открыл свою истину сердцам. И когда это происходит, я верю, это великая радость, аминь, когда мы видим, что Господь прикасается сердцам. И вот посмотреть на эти плоды. Хотел бы привести пример с этого. Мы все знаем, что было время, когда человек, он посеял семя. И вот, например, луковицу посеял человек, это семя, и он ожидал, чтобы возросло луковица. Это логично, мы понимаем, это такой закон. Если я посею помидоры, я ожидаю, чтобы возвращалась помидора мне, и чтобы плоды были помидоры, а не огурцы. И в духовном мире это так же происходит. И я верю, что каждый из нас, мы испытывали это уже. Когда мы сеем что-то в нашей жизни, мы будем пожинать этого плода, то, что мы делаем. Если это в наших делах, в наших поступках, всегда будет что-то, которое будет отражаться от этого поступка. И я верю, что вот был момент, когда мы, как люди, был человек, который за тебя и за меня молились, который постились, который говорили, который пошляли, чтобы служить Богу. Были те люди в моей жизни, в вашей жизни, вы можете вспомнить. И как это важно, когда есть эти люди, которые могут встать в проломе, молиться, поститься за своих детей, за молодежь. И есть результат в этом. И я верю, что наша молодежь, сама наша молодежь, и есть свидетельство об этом. Хотел поговорить об этом. Посмотреть, я пришел где-то примерно полтора года назад, на первый раз. Познакомился с молодежью, с молодыми. И вот посмотреть на такими, как были они тогда, и как они сегодня служат Богу. Это две разные люди. Вот взять, можно конкретные личности взять, ну вообще, в общем, посмотреть на молодежь. Сегодня Господь делает свою работу, я это искренне говорю. Вот когда мы приходим на молодежь, накажется, ну, может быть и мало людей. Думаем, ну, что такого может быть? Но когда Господь посещает в наших молитвах, когда Господь прикасается, и когда смотришь, что люди плакают, они плачут перед Богом. Кто это делает? Кто это делает? Это Господь прикасается в сердец. Но я верю, что это кто-то за этих сердец и молился, который посвящал свое время, который в молитве, в постах, может быть, да, неприятно было, но ради кого-то, ради своих детей, постились и молились. И вот мы живые свидетельства в этой церкви, что Господь, Он отвечает молитвы. То, что человек посеет, он будет пожинать. Дорогие друзья, если сегодня мы будем сеять в молитвах наших, в постах, будем искать Бога и умолять Его, чтобы Он вышел на встречу, чтобы Он прикоснулся, чтобы Он сделал свою работу, Он обязательно это сделает. В свое время придет, жатва, плоды появятся, и мы увидим то, что сделает Господь в сердцах наших молодежи, в нашей церкви и у наших детей. То хотел поблагодарить каждого из вас, которые молите за родителей, что молите за своих детей, продолжайте молиться. Понимайте, что есть результат. Господь отвечает на молитвы. Продолжайте. И чтобы в следующем году еще больше было результата, больше было плодов, больше было ревности в молодежи, чтобы дальше служить нашему Господу. Аминь. Слава Богу. Я хотел продолжить, брата, мысль, потому что я я той плод, який Господь послав слово в сердце, и Он оживил. Слава Иисусу. Я коротенько прочитаю два месяца. Псалтирь. Псалом 12, стих 4. «Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным». И Деяние апостола, глава 20, с 9 по 12. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и погнут мертвым. Павел, сойдя, пал на него и обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». «Слава Богу!» «Зайдя же я преломив хлеб, вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрика привели, живого и немало утешились». «Слава Иисусу!» Ви знаєте, на сторінках Писання є закони, а є іноді і приклади. І дивлячись на цю історію, я колись в юності читав і дивився і думав, як може бути так? Юноша, який в присутності апостолів, і тут трошки вище написано, що вони преломляний хлеб на преломленні, якось він знайшов місце, заснуть. І так мені напоминає мою юність це слово. Я родився в сім'ї віруючих батьків, мій тато був евангелист, і слово, воно сіялось в серце моє. Коли я навчився читати, я ставав на слово, і я був настільки маленький, худенький, як можна сказати зараз, ставили такий стілець, бо не було видно з-за кафедри, я говорив слово Боже. І я бачив, як сила Божа сходив, я бачив, як ісцилення були, я бачив, як Бог Духом Святим хрестив, але прийшов момент в моєму житті, що я заснув, як той є в тих. І я знайшов якось бути разом в церкві, але загубити ту славу Божу. І Господь коснувся. Скільки б часу не пройшло, але те слово, яке було посіяно в дитинстві, воно зійшло, слава Ісусу. Господь є сильний. І не тільки Він оживив мою душу, але Господь подивився з висоти небес на мою сім'ю. І ви є ті свідки того, що моя жінка, яка разом зі мною в зібранні, Він торкнувся неї, і вона віддала життя своє для Господа, і прийняла хрещення в нашій церкві. Слава Ісусу! Що я хочу сказати? Що Бог є сильний. І Богу, яку ми віримо, те слово, яке ми читаємо, яке впадає в наші серця, воно в свій час дасть плід. І я є той плід. Батьки мої вкладували в житті моє слово своє, і воно в свій час дало плід. Слава Ісусу! Я хочу засвідкувати, що дорогі батьки, дорогі тати і мами, може сьогодні ми не бачимо наших дітей на цих лавках, але віримо Слову Божому, тому що воно є живе і діюче. Слава Ісусу! І воно дасть свій плід. Слава Богу! Аллилуйя! І я теж, як із найменших, хочу віддати Богу подяку і славу, за те, що Бог мене так чудно ісцелив. Це так важливо в житті. Ми так думаємо, що... Ну, ісцелення – це не для мене, для того чи для другого, а саме ми не приймаємо для себе ісцелення. Це було недавно, три неділі назад, як я прийшла на молитву сюди, і був брат, гость. Я прийшла не за себе молитися, а прийшла молитися за других, а за себе так якось і не думала. Боліло у мене вже дві неділі під лопаткою, і це було пару років, як боліло. Це були солі, я так собі вважала, відлажували солі. І поясниця боліла. І я не обращала увагу на це, думаю, поболити і перестане. Але вже так почало боліти, що і розтаранні не допомагали, і прикладала всякій мазі, нічого не допомагало. І на молитві цей брат одних, других приглашав молитися за ісцелення. І висвободив таке слово. Хтось тут є, кого були під лопаткою. І це солі, і я не розумію, як це по-медицинськи. І також поясниця. А мій Дух Святой подсказав, це ти. Я іспугалась одразу, ну, це не я. Я боюся, я стисняюся, що люди скажуть там. Я не послухалась, я не вийшла. Але після того, на мене напав такий страх. Я думаю, я непослушна Духу Святому. Бог хотів мене ісцелити, а я так равнодушна і зі своїм стисненням не вийшла. І в п'ятницю розказую вдома чоловіку. Чоловіку, це твоя проблема. І я не свободна була. Несвободна була в суботу. Молилась, ходила. Боже, прости мені, прости мені Дух Святий, що я не послухалась тебе. І в мене начало ще більше боліти. Такі болі нестерпимі. Я положила в серці своєм Боже. Якщо цю неділю Бася скаже, пастор, в кого є нужда, в кого є покаяння, то я перше вибіжу. Я перше вибіжу на покаяння. Даже не на ісцелінні, а на те, що я не послухалась тебе, Дух Святий. І я дожидалась я вже вже не просила ісцеління. Просто каялась. Але під час молитви підходить пастор старший, питає мою нужду, що ти хочеш? Якщо я хочу ісцеління. Він помолився. І я прийняла віру і це ісцеління, тому що я вже покаялась, і моє серце вже було готове. Але Дух Святий робив зі мною ще більшу роботу над тим, щоб я не тільки покаялась, вийшла, але щоб я їй свідчила, і Дух Святий положив в серці моєму, щоб я розказала вам всім, а не тільки вам всім, але в сім'ї. Я сказала, вечором я дождусь цієї сім'ї, коли вона прийде, я розкажу, яка я була непослушна. Правда, нас тоді всі зібралися, всі діти, всі внуки. Васі не було, він був в такому. Я дождалась його, я кажу, Вася, я хочу ісповідання, тому що я чувствую, що я повинна тобі розказати це все, що я була непослушна. Коли я це все розказала, ісповідалась, але Дух Святий моєму серці говорить, і це ще не все ти повинна розказати перед народом. А я думаю, я стісняюсь, я не можу. Але коли на другий день в понеділок я проснулася, я не могла спати, коли поверталась, мене все боліло. Кажу, Бася, в мене все перестало, в мене нічого не стало, тому що я пообіцяла Духу Святому, я розкажу це свідетельство перед цією церквою, щоб ніхто не стіснявся, ніхто не мав, не слухав голос другий, щоб, а ти не можеш, а ти така, а ти там, ну, хто там ти така, що ти підеш розказувати. Але я це пережила дуже сильно на собі, і кажу вам, щоб ви не стіснялись, а розказували. І я пройшла це через чотири, через покаяння, через покаяння, потім через послушання, тому що я послухалася Духа Святого, пройшла через исповідання, і послідня, пообіщала Богу розказати. Для слави Божої, за всіхай Богу. Слава Богу. Слава Господу. Друзья, перед нами свидетельство. Господь исцеляє, Господь спасає, і Господь благословляє наші семьи, наших дітей. Друзья, спосібо за свидетельство. Пусть вас Господь благословит. Друзья, читая Священне Писання, Господь говорит о Давиде, «Нашел я мужа по сердцу моєму». І смотришь, ну, почему по сердцу моєму? Прочитывая псалмы, я много нахожу, как Давид прославляє Господа. Он свидетельствует, он величає Господа, говорит о силі його, говорит о милостях його, говорит, как Господь сохранил там, как Господь спас душу там. І в одному із псалмов он как бы подчеркиває линию і говорит себе, «Благослови душа моя Господа, і вся внутренность моя». Святое імя Його. «Благослови душа моя Господа, і не забувай всіх благодіяний Його». Друзі, ми будем настраиваться на втору част нашого служення, щоб ми не забували всіх його благодіяний. Друзі, ми зараз поблагодарим Господа, за те, що Бог слухає наші молитви. Як слухали ми, Бог через Влада, Бог отвечає на молитви старців, стариц, дедушек, бабушек, родителів. Бог спасає наших дітей, кого-то исцеляє, кого-то духом крестить, кого-то спасає. Ми будем благодарні. Ми будем благодарні вместе с Славиком за то, що Бог його, його сем'ю спас, і других в нашій церкві Бог спасав і спасає. Ми будем благодарні вместе з Ольгой за то, що Бог исцеляє. І у нас таких свидетельств багато є, коли Бог исцеляє. Не все можуть в рамках одного собрання засвидетельствувати, але це для слави Бога. Бог спасає, Бог милує, Бог исцеляє. Ми також будем благодарити за Библию. Василь Іванович буде совершати молитву за Слово Господне. Благодарение. Брат Володя буде совершати молитву за то, що у нас є вода, пресна вода, за то, що у нас є хлеб. І я хочу в конце подвести молитву за благодарність Господу за людей, которых Бог нам дал і дає на протяженні цих місяців і годів нашій церкві. І во время, коли я начну молитися в конце, якщо у вас є нужди, в моїх руках ваша тетрадь, здесь багато, десятка нужд, ви выходите вперед, і ми будем молитися, совершати молитву благодарності і молитву прошення, щоб слава Господня не тільки до сього дня нам помогла, але і продолжала нас исцелять, спасати і милувати. Во время заключительного, коли я начну молитися, ви выходите, у кого є нужди, і ми всі окружимо вас молитва і помолимося за нужды ваші. Давайте ми всі поднимемся, і ми начнем нашу молитвенну, вот таку цепочку с Василия Івановича. Я вам подержу. Благословен ты, Боже, і благословено, і мя Твое святое і прославлено. Ми благодарим Тебя, Боже, за слово, ібо вначале було слово, і слово було Бог. Аллилуйя, слава Тебе! І Ти, Господи, возвысил слово Твое выше всякого імені. Аллилуйя, слава Тебе! І Ти, Господи, це слово дошло і до нас, і воно свершає свою роботу в нас і во всім народі. Ми благодарим Тебя, ми славимо, величаєм і превозносимо, що в цьому слові є сила, которая совершає свою роботу над каждым сердцем, над каждой душою. Ми благодарим Тебя за слово Духа Твоего, Святаго, которым Ты наставляєш і вразумляєш і ведєш. Будь благословен, Господь, за слово Твоє. Слава Тебе за Дух Твой, Святой, і милости. Ми благодарим і славимо Тебя, ібо Ти достоин, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Боже, Вечний, в руках я держу, Господи, графінь з водою. Це символ жаждущого, Господи. Це символ для того, хто хоче підкреплення. Це символ плодороді, Отец Небесний. Пусть ця вода буде завжди на наших столах. І не тільки в наших столах, але буде в серці нашим, Господи. Твої заботи і милости від нас, Господи. Благослови, пусть она буде чистой, Господи, болезнуй, Господи, і всякий жаждущий. Принимай її, вона принесет благословення. Але я прошу Тебя, Господи, пусть она ніколи не буде символом бедствия, Господи. І символом, Господи, Твої, Господи, строгості, к нам, живущим на этой земле. Пусть она буде только символом благословення. Пусть никогда не мы, не наши дети не уйдет бедствия. Отец Небесний, благослови, щоб она, Господи, не тільки в простому смыслі, але і в духовному смыслі, підкрепляла наші серця, наші души. Благослови, Те, Господи, пусть імя Твоє прославиться, наш великий, вечний Бог, Отец і Дух Святой. Аминь. Отец Небесний, я вместе с Церковью Твоєю благословляю Твоє великое і вечне імя Создателем наш і Бог наш. Ми благодарні Тебе за хлеб, я держу в руках своїх, Господь, пред народом Своїм Твоїм. Я, Господи, знаю, що багато існові сьогодні мають нужду в цьому хлебі на земле, но Те, Господи, благослови народ Твою в цій країні і облагодетіствував, що наші діти, не мені наші семьи, Господи, не видимо голода. Але ми вспомінаємо те времена, коли наші отці, Господь, желали розсилити кусочок хлеба друг с другом. А ми сьогодні імеємо, Господь, ластаток. Ми благодарні Тебе, дорогой наш Господь і Бог наш. Ми благодарні Тебе, що Ти питаєш нас, Господи, хлебом Твоїм. Та здесь, на земле, але Ти сказав також, що Ти є хлеб, щепчись з небес. Ісус Христос, Сын Бога живого, і ми славимо Тебе, що, Господи, імеємо цей хлеб. Романа Гис, палаток Ройсона, бачаудес, о, великий Бог живой, Ти зошов на цю землю, Господь Боже, і хто буде їсть цей хлеб, буде іметься життя вечною. І ми благодарні Тебе, прими хвалу народа Твоїй, і прослався, Отец, Сын і Дух Святой. Аминь. Аминь. Собирають урожай, пшеницу, соберет хороші плоды, а все то, що нехороше, і все то, що останеться, це вся шелуха, оно буде сожжено. І як важливо сьогодні, дорогі друзі, для нас, імея це прекрасне время, навести цей мир, порядок в серці своєм з Богом, з Вечним Богом, Который для нас дал цю прекрасну життя, можливість життя на цій земле. І в цей праздник, праздник жатвы, воздай славу ще раз для Бога. Перед Богом, Отцом, Ты снова предстал. Що Ти скажеш Ему, як хвалу вознесеш, і які слова в этот день Ти найдеш. І в праздник жатвы, славу Богу воздай, благотвореньею, Жизнь свою наполняй. І в праздник жатвы, Взгляни на Своїх путі. Взгляни на Своїх путі, Кожені на Своїх путі. Кожені на Своїх путі, Господь поминяй, Господь поминяй. Підпочині на Своїх путі, Господь поминяй, Підпочині на Своїх путі, Господь поминяй, Кожені на Своїх путі, � заг Старую тебя обходи Это Бог за тебя говорили вокруг Он за нас, потому что Он наш лучший друг И в праздник жарфы Славу Богу востань, Благодарение Жизнь свою наполняй. И в праздник жарфы Сляни на Своих пути. господь помилуй помилуй нас прежних прости и в праздник жатвы славу богу воздай благодарение жизнь свою наполняй и в праздник жатвы взгляни на свои пути Господь помилуй помилуй нас прежних прости Слава Иисусу Христову! Брат Дима, мы просим тебя также послушать нас Слава Иисусу Христу, дорогие братья и сестры в эти праздничные дни я хочу просто присоединиться ко всем вам в благодарности нашему Господу я ничего нового сказать не могу но хочу сегодня особую благодарность принести Господу за величайший пример его любви который он явил нам в жизни служении распятия и воскресения Иисуса Христа все что делал Иисус Христос все что Господь делал для нас и его жертва это только потому что Господь так возлюбил нас я хочу научиться лично я и призываю каждого и желаю каждому научиться жить и служить Богу прежде всего потому что мы мы любим его и любим друг друга любовь это единственная причина почему Господь не Сын единственный Сын Божий пошел на крест и когда придет мое время и каждого из нас когда-то я хочу чтобы мой плод был угоден Господу он будет угоден только тогда если все что я сделаю весь плод который я принесу будет сделан с его божественной любовью научи меня любить если говорить могу ангельским я словом но в душе моей любовь не живет крестова звуки слов что звуц моих без любви слетят медью зазвенят если множество даров божьих обладаю глубину сокрытых тайн верой постигаю все познания мои и даров поток без любви ничто научи меня любить праведных и грешных научи меня любить искренно и нежно помня как твоя любовь не гнушая с мной грех просила мой научи меня любить близких и далеких научи меня любить добрых и жестоких чтобы жизнь не возвещать а не на устах благодать христа научи меня любить и врага как брата за любовь не требуя серебра и слата чтобы есть и враг в нужде хлебом накормить и благословить научи меня любить дай любви мне руку даже если от меня отвернется друг мой даже если он предаст чтоб не помнят зла мог любить бы я научи меня любить праведных и грешных научи меня любить искренно и нежно помня как твоя любовь не внушаясь вновь грех простила мой научи меня любить близких и далеких научи меня любить добрых и жестоких чтобы жизнь любить и свершиться чудо я смогу и понять ветра и простить иуду и наполнить сердце мне не обиды я но любовь твоя научи меня любить Иисус распятый даже если попаду я на суд пилату и увижу день креста пусть не вспыхнет боль но царит любовь научи меня любить праведных и грешных научи меня любить истинно и нежно помня как твоя любовь не внушает с мной грех простила мой научи меня любить близких и далеких научи меня любить добрых и жестоких чтобы жизнь возвещать а не на устах благодать Христа пусть Господь научит вас любить пусть Господь вас обидно благословит нежно что на Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Слава Богу! Слава Богу! КОНЕЦ 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 Пусть слепые увидят свет, пусть глухие услышат истину, и тому, чем сердце надежды уж нет, засияют огни у пристани. На молитву слепой ночи, на свидетельство и даяние посвяти себя, посвяти себя, не замедлит Бог с воздаянием, Он восставит, восполнит и оживит. Знаешь, Он способен поднять истление, расточи себя для людей, близко время восстановления, до конца, до огарка свечи, до последнего сердцебиения, расточи себя, расточи без досады и без ожиления. Третий день не заставит ждать, на пороге Его сиянье. Знаете, чем безжалость не раздавать, тем прекраснее ожидание. Чем бесславнее будет смерть, тем прекраснее воскресенье. Раздавай, не боясь терпеть ни обиды, ни поношения. Со словом «Свидетельство на устах» и по слову Его пусть тебе будет. Расточи себя ради Христа. Он так нужен сегодня людям. Аминь. Praise God. Я благодарю тебе Господи, лень и порой, и зимой Спросите лучшие дни, что прошли Только с тобой Я благодарен всегда Боже мой, знаю, тобой дни мои Сложены в жизнь, будто крепкую нить Милосердной рукой За свет солнца, за восход лучистый Белый снег такой искристый Сам взгляд сына чистый, чистый Я благодарю За любовь и бесконечность неба Воду, соль, кусочек хлеба Каждым вздохом, где я ни был Я благодарю Ты исцелил раны сердечные Верность твоя и любовь Вечные сына отдал, не жалел Ты за людей Это меня ты жалел Боже мой, и за собою поспал Голос твой, сила твоя Ведь в любви Безграничной твоей За свет солнца, за восход лучистый Белый снег такой искристый За взгляд сына чистый Я благодарю За любовь и бесконечность неба Воду, соль, кусочек хлеба Каждым вздохом, где я ни был Я благодарю Безграничной твоей За свет солнца, за восход лучистый Белый снег такой искристый За взгляд сына чистый Я благодарю За любовь и бесконечность неба Воду, соль, кусочек хлеба Каждым вздохом, где я ни был Я благодарю Я благодарю тебе Я благодарю тебе, Господи Благодарю всегда, Господи Слава Господу, братья и сестры Мы будем вместе с людой продолжать эту тематику Тематику благодарности Если вы были в прошлое воскресенье То эта тема началась тогда У нас были гости И они именно об этом говорили И заключительный служитель читал этот же самый текст И вот я хотел бы продолжить С того текста, который он начал Второе послание Тимофея 3, 1, 2 2 Timothy 3, 1, 2 Знай же, что в последние дни Наступят времена тяжкие Ибо люди будут самолюбивы, среблолюбивы, горды Злоречивы родителям Непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны И мы сегодня обращаем внимание на одно только слово Люди в последнее время будут Люди в последние дни Люди в последние дни Люди в последние дни Какие? Неблагодарны Не написано, что они будут бедные В Америке самая богатая страна в мире Если вы посмотрите на Западную Европу Люди живут в шикарных домах Имеют все Они имеют все Но есть одна Но есть одна Но есть одна Но есть одна Одна вещь, которой люди все меньше и меньше обладают Одна вещь, которой люди все меньше и меньше обладают Однажды 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 It is The lack of gratitude И я хотел бы And I would like Чтобы мы сегодня не о ком-то поговорили So that we wouldn't just be talking about somebody today А посмотрели в себя В свою семью But So that we would look within ourselves Inside our hearts Что такое благодарность Что такое благодарность Благодарность это чувство Признательность к кому-либо за что-то Чувство признательности It's an expression of gratitude Вот я смотрю, как красиво молодежь здесь делает I'm looking at this And the youth really decorated this beautifully Я Ну, со вкусом, правда? Right? It looks nice With taste Послушайте Это не фотография Вот эта картина Это не фотография And this This is not a photo right here Знаете, кто ее нарисовал? You know who drew it? Где он? Исчез Он, наверное, знал, что мы его представили He probably knew That we're going to put him on the spot Анатолий Скобяк Анатолий Скобяк Я думаю, ее нужно будет потом продать за большие деньги I think we can sell this for a lot of money after this То, что здесь мы видим Everything that we see up here Люди поработали People work to get this done Хочется иметь благодарность And I just wish that we would have thanksgiving То, что мы видим Sound system расставлен Everything The sound system that we see In its places The cameras Хористы Трудятся The choir members They're working hard Ну, и мне здесь Хорошо слышно И хорошо нравится, как они поедут And sitting here in the front I hear everything well And I really like how they're singing Но это так здесь красиво But it sounds so beautifully here А когда я был на репетиции во вторник And when I was at the choir practice on Tuesday 7.00 Все сидят уже 7.00 And everybody's already there Анатолий помолился Они час 45 Вот так вытираются и работают Анатолий prayed And for an hour and 45 minutes They're working hard They're sweating А после этого расставляют аппаратуру And after that They pull out all of the sound system И с инструментами еще And with their instruments И я уже как пастор в том и все And I as a pastor I'm already tired I'm saying Come on It's almost 11 It's time to go home But they're saying Pastor It's a holiday Для Господа нужен лучший снов We need To bring the best For the Lord And I just wish When you see people That are sacrificial You just want to give thanks May the Lord reward you And your children Be blessed I want to thank all of you And I just want to thank the Lord That he gives us each other That he gives us these celebrations And I want to have a heart of gratitude That gives gratitude horizontally And gives gratitude and thanksgiving vertically to him So we're going to talk about us today We must understand That the people of God It is grateful people And I want to show you six different people That were grateful That were grateful Let's open to the first scripture Genesis chapter 14 This was the father of the Israelite nation Chapter 14 starting from verse 17 We're just going to read one portion From the life of Abraham Abraham heard that his nephew Lot was in trouble Abraham takes several hundred of his slaves Or his servants and some other people And his three helpers Одно имя Анер One name was Анер Эшкол Эшкол И Мамрий И Мамрик И вот они нападают на врагов And so here they're attacking their enemies Разбивают врага They defeat the enemy И возвращаются And they're returning home У них много добычи They have lots of plunder У них много людей, которых они ведут They have many people that they're bringing back И вот навстречу им выходит один дедушка And this one elderly man comes out to meet them Ну поправлю себя Наверное мужчина лучше сказать Or maybe I should correct myself Maybe he was just a man 17 стих 14 главы говорит Chapter Or verse 17 Verse 4 И когда он возвращался после поражения Кадорлаомера И царей бывших с ним Царь Содомский вышел ему навстречу В долину Шевы Что ныне долина царская И Мелхиседек царь Солимский Вынес хлеб и вино Он был священник Бога Всевышнего И благословил его и сказал Благословен Авраам от Бога Всевышнего Владыки неба и земли И благословен Бог Всевышний Который предал врагов твоих В руки твои Авраам дал ему Десятую часть из всего Итак Авраам возвращается So Abraham is returning Он радуется He's rejoicing Радуется по нескольких причинам He's rejoicing for several reasons Самое главное The most important Что он видел Божью руку В своей этой компании That he saw the hand of God In his company Он преследовал этих врагов 175 километров He was chasing his enemies For 175 километров Несколько дней и ночей Он и шел Several days and nights He pursued Он догонял этого Которла Омера He pursued this man Которла Омера И когда он разбил этих врагов And when he defeated the enemy Он живым освобождается Во его племянника He brings back Lot alive И возвращает племянника к себе And he brings Lot back home И знаете Когда люди В беде And you know When people are in trouble То очень часто Они думают о Боге Then they begin to think About God Но когда беда миновала But when the trouble Passed them by И когда у тебя Все получилось And when everything works out Очень часто Люди о Боге забывают Very often people Forget about God Но не Авраам But not Abraham Он видит He sees Навстречу ему идет Посланец Божий He sees that a messenger Of God is coming out To meet him Он знает Что у него Авраама получилось He knows that he Abraham He was successful И вот выходит Этот священник And this priest He comes out Мелхиседек Мелхиседек И благословляет Авраама And he blesses Abraham He speaks Words of blessing Upon him And Abraham He could have said Ну шо ты Простой священник What can you tell me You simple priest Я победил Четырец или пять царей I have A victory Over five kings У меня много людей I have many servants У меня много денег I have a lot of money А кто ты бедный But who are you You poor priest Но не Авраам такой But no Abraham didn't say this Abraham he said Вот три человека Которые со мною ходили Here are the three people That went with me Возьмите свою долю Take your portion А теперь соберите Что у нас есть лучшее And I'll take everything The best that we have И когда ему приносят Самое лучшее And when they bring him The best Он из самого лучшего Отбирает 10% Out of the best He picks out 10% И говорит священник Это для тебя And he says Мелхиседек This is for you Бог который ходил со мною The God that went with me Бог который помогал мне В сражении The God that helped me Achieve victory Должен разделить И награду I must also share The reward with him Друзья Когда мы в процессе Достижение чего-то Очень часто мы просим Бога Чтобы он нам помог Но когда мы Ложим чек в карман Когда мы подводим Итог нашего года Финансов Мы говорим Это сила моя Это мой колледж Это мой бизнес Это моя работа Это я заработал 30, 40, 100, 200 тысяч в год Но Авраам понимает Если Бог принимал В сражении участие То правильно Чтобы Бог Разделил свою долю В награде Если Бог Participated In the battle Then it's correct That he would also Participate In the reward Мелхиседека В лице Мелхиседека Благодарит его And Abram In the face of Мелхиседек He blesses God And gives gratitude To God Мужчины и женщины Men and women Подводя итог года Concluding Or summing up our year Многим из вас Бог много чего дал Too many of you God has given you much В начале года Мы просили Бог Пойди с нами In the beginning of the year We prayed God Go with us И Бог помог нам And God helped us На протяжении месяцев Бог благословлял нас Throughout the months God blessed us Если Бог был с нами В процессе And if God was with us In the process Бог должен принять Свою долю В разделении добычи Then God also must Take his portion From the reward And say Lord This is not all mine If we earn this together Then I will also Split my earnings Идем дальше Let's keep going Анна Ханна Первая книга царств 1 Samuel Первый стих Первая царств Первая глава 24 стих Chapter 1 Verse 24 Анна молится Ханна She's praying У нее нету деток She does not have Any children И вот она Выпросила У Бога Ребеночка And there she Finally asked God And pled with God To give her a child И Бог дает ей ребенка And God gives her a child Она называет его Самуил Смотрите что она делает And look at what she does next Она делает то что должны мы делать She does exactly what we're supposed to do Когда у нее была проблема When she had a problem Она бежала в храм She ran to the temple И если вы заметили And if you will notice Она просила тихонько She asked very quietly Но когда Бог ответил But when God responded Она свидетельствует И славит громко She testifies and praises Him loudly А у нас иногда бывает наоборот But for us Sometimes it's the other way around If there's a need То и в одни церкви знают И в друге И во всех штатах Америки Then this church And the other church And all the churches In the state Know about the problem But if God answered То тихонько дома На колено Господи слава Then quietly at home On our knees We say thank you Lord Но Анна наоборот But Hannah She did it the other way around Она одна вошла в храм She went into the temple By herself Into the temple By herself And she didn't even think That somebody was listening To her prayer She prayed quietly And behind her Came in the priest And he couldn't even hear What she was praying about Но Бог отвечает Ей на нужду But God He responds to her need And look at their reaction Or the response Of Hannah Когда же она Она вскормила его Пошла с ним В селом Взяла три тельца И одну ефу муки И мех вина И пришла в дом Господа В селом Отрок же был Еще дитя И закололи тельца И привела Отрока к Илью И сказала О господин мой Доживет душа твоя Господин мой Я та самая Женщина Которая здесь При тебе стояла И молилась Господу О сем Дитяти Молилась я И исполнен мне Господь Прошение Чего я просила У него И я отдаю Его Господу На все дни жизни Служить Господу И поклонилась Там Господу Смотрите Вторая глава И молилась Анна и говорила Возрадовала Сердце мое В Господе Вознесся Рог мой В Боге моем Широко Отверзлись Уста моих На врагов моих Ибо я радуюсь О спасении твоем И дальше Она говорит Целый псалом Который называется Псалом Анны И так что Какой урок Мы вынесем Отсюда Она просила Тихо Облагодарила Громко Друг дорогой У меня вопрос К тебе Может быть У тебя не было Детей Или может быть Они болели Может у тебя Была семейная Нужда И ты тихонько Молился И Бог Явно тебе ответил У меня сегодня Вопрос Проверь свое сердце Будешь ли ты Анна И возблагодаришь ли ты Его Бог который услышал тебя Который помог тебе И семье твоей Он достоин славы Как от Анны Третий текст Вторая книга Царств Девятая глава История взятой Из жизни Давида В жизни Давида Был друг Его имя было Иоаннафан Однажды Иоаннафан Жертвуя своей Жизнь Спасал Давида Саул Хотел даже Иоаннафана За это убить Но Иоаннафан Бежит к Давиду В пустыню И говорит Давид Мой отец Саул Решил тебя Убить Спасайся И там написано Там же В пустыне Иоаннафан И Давид Заключают завет Проходят еще Какое то время Иоаннафан Погибает Иоаннафан На Гильвуйских Горах Был убит Но у Иоаннафана Остался Пятилетний сын Пройдет Несколько еще лет И Давид Сядет Над всем Израилем Как царь И вот в девятой Главе Она открывает Сердце Давидова Девятая глава Показывает Сердце Давидова Смотрите Как он Поведет Себя С Сыном Иоаннафановым Первый стих И сказал Давид Не осталось ли еще Кого-нибудь Из дома Саулова Я оказал бы ему Милость Ради Иоаннафана В доме Саулова Был раб По имени Сива И позвали его К Давиду И сказал ему Царь Ты ли Сива И тот сказал Я раб твой И сказал царь Нет ли еще Кого-нибудь Из дома Саулова Он сказал Я оказал бы ему Милость Божию И сказал Сива Царю Есть сын Иоаннафана Хромой ногами И сказал ему Царь Где он И сказал Сива Царю Сива это Раб Слуга Вот он В доме Махира Сына Эмилиелилова В Ладеваре И послал Царь Давид И взяли его Из дома Махира Сына Эмили Лова Из Ладевара И пришел Мемфивосфей Вот Сына мальчика Зовут Мемфивосфей So the son's name Is Mephibosheth Сын Иоаннафана Сыла Саулова К Давиду И пал на лицо свое И поклонился И сказал Давид Мемфивосфею И сказал тот Вот раб твой И сказал ему Давид Не бойся Я окажу тебе Милость ради Отца твоего Иоаннафана И возвращу тебе Все поля Сауловы Отца твоего И ты всегда Будешь есть За моим столом И поклонился Мемфивосфей И сказал Что такое раб твой Что ты презрел На такого мертвого Пса Как я И призвал Царь Си В услугу Саулова И сказал ему Итак вот такая История интересная Давид заключил С Сианофаном С папой С Мемфивосфеем Им завет Проходят годы Этот человек С которым был Завет заключен Умирая Люди иногда При жизни Друг друга Уже разрывают Завет Sometimes people Break their covenants Even while They're still alive А здесь Ну как бы Противоположная Сторона мертва But here This opposite side Of the covenant The person's already dead Он не увидит И он не услышит He won't know And he won't hear Так и хочется сказать Давид Зачем тебе его калека And you would say Давид Why do you need His crippled son But not David Давид Давид доброту Не забывает Слышите Давид does not forget The kindness Shown to him За доброе Давид всегда Будет благодарен For the kindness Shown to him Давид is always Grateful И Давид говорит And David says Найдите Кто еще Из живых Семьи Иоанна Друга моего Остались Find me somebody Whoever's still alive From the family Of Jonathan И приводят этого Мальчика And they bring This crippled boy Я думаю Этот мальчик Ишел и весь дрожал I think this boy He was coming And he's probably Trembling They're bringing him Before the throne Of the king Наверное Царь последнего До меня добрался Чтобы убить And maybe he thought That the king Is going to kill me I'm the last one Remaining Но Давид говорит But David He says Ты будешь есть Вместе за моим столом Ты будешь Eat together With me At my table Ты будешь Как один из моих сыновей You will be Like one of my sons То ничего Что ты хромой На обе ноги It doesn't matter That you're crippled On both your feet Ты будешь Мне вместо сына But you will be For me as a son Когда-то твой папа Сделал в пустыне Доброе At one time Your father He has shown me Kindness in the desert Он рисковал жизнью Ради меня Спасая меня He risked his life For my life In order to save me И я хочу тебя Сына его Отблагодарить за это And I want to give thanks To you As his son Мое обращение к нам So my call to us Если вам люди добрые Кто-то сделал доброе If somebody has shown you kindness Давайте сделаем Как сделал Давид Let's react the same way As David did Будем благодарны Let's be grateful Помнить благодарность Let's remember And let's be grateful And let's remember The good that was shown to us At one time Давида сильно гнали David was persecuted severely And he had to run away Even to different kingdoms Но когда он То переходил К языческим царям То возвращался В Израильскую землю And when he went To gentile kings Or came back To the Israelite nation And sometimes When he returned To the land of Israel В некоторых городах Его принимали In certain towns He was received И люди которые принимали And the people That received him Знали что Давида Принимать рискованно They knew that It was risky To receive David Если Саул узнает Это может быть Ценою жизни Because if Saul Found out It could cost them Their lives И Давид это ценил And David He valued this И здесь написано Однажды Давид пошел At one time Давид went Разбил одно царство He destroyed And defeated One kingdom Набрал много добычи He brought lots Of plunder Читали что дальше Написано Did you read What's written After that И мог прийти домой And he could have come home И сказать своей жене And he could have said To his wife Сказать своим там Близким He could have said To his close ones Когда-то я был пастух At one time I was a shepherd И у меня была всего лишь Пастушеская одежда And I only had My shepherd's cloak У меня не было Даже оружия I didn't have any weapons У меня было Праща и пять камней I only had A sling and five stalls А теперь у меня Горы золота But look at this Now I have mountains Of gold Я был никем I was nobody А теперь я поднимаюсь And now I am rising up Пророк на меня Рог с нелеем вылил The prophet He poured out Anointing oil on me I will be wealthy Но Давид так не говорит But that's not what David said He takes what he has And he knows Когда-то мне милость Оказал вот этот человек Когда-то мне милость Оказал вот этот человек Когда-то мне милость Оказал вот этот человек This person has shown me Mercy И написано И он берет Эти сокровища He takes this treasure И раздает Ценные подарки Людям Которые ему помогли Хотите знать Как Бог на него смотрел Бог называет Давида Муж по сердцу Божьему Друзья Не стыдитесь Благодарить И мой призыв сегодня Дети Поблагодарите родителей Поблагодарите маму За то что родила Поблагодарите папу За то что помогал Воспитывать Поблагодарите Поблагодарите Sunday school учителей Поблагодарите Sunday school teachers Поблагодарите Харисты дирижеров Музыкантов Поблагодарите Поблагодарите Друг друга Поблагодарите Thank each other Это не лесть Это Это учение Библии This is not something That I'm making up But this is the teaching Of the Bible Давид Благодарный был David he was thankful Людям которые ему оказали To the people That helped him Давид был Благодарный Иоаннафану And David he was Grateful to Jonathan Если вы откроете Вместе со мною And if you will Open up with me Книга Иова To the book of Job Первая глава Chapter 1 Все знают историю All of us know The story of Job Иов богат Job he was a wealthy man У него 10 детей He has 10 children У него огромная слава He has great glory In that land У него огромное богатство He has great wealth Более того Он даже с Богом В близких отношениях And more than that He has close relationship With God Но как же Иов Поведет себя But how will Job Behave О Иове написано Целая первая глава О его характере We find out About the character Of Job In the first chapter И со второй Половины первой главы And from the second Half of chapter 1 Написано Как дьявол Напал на семью Иова We read about How the devil Attacked Все Иов потерял The family of Job And Job He lost Absolutely everything So how will he react And verse 20 says Тогда Иов Встав и разодрал Верхнюю одежду свою Остриг голову свою И пал на землю И поклонился И сказал Наг я вышел Из чрева матери моей Наг я возвращусь Господь дал Господь взял Да будет имя Господне Благословенно Как ведут себя Богобоязненные люди How do God Fearing people react Когда их Бог Благословляет When God Blesses them Они Его благодарят They thank Him Когда люди Благословляют When people Bless them Сердце верующего Человека Благодарное The heart of a Believing person Is grateful But the heart Of a believing Person Должно Благодарить Даже тогда Should even Be grateful When Когда в жизнь Приходят проблемы И может быть На протяжении года В твоей жизни Не так как в жизни Давида было Не так как в жизни Авраама было Или не так как в жизни Анны было Может в твоей семье Было как в жизни Иова Работу потерял Болезнь пришла Операцию Пришлось на сердце Делать И много Проблем В твоей жизни Может Ты ожидал Бэбичку И даже Церковь Эта не знала Но ты потерял Эту Бэбичку Может Ты потерял В бизнесе Много Тысяч Или сотен Тысяч Долларов Может Ты потерял В бизнесе Много Тысяч Или сотен Тысяч Долларов Может Этот год Не был Годом Больших Приобретений Но годом Потерь Божье Или сердце Божьего Человека Ведет себя Так Так Как Иов Наг я вышел Наг я возвращусь Господь дал Господь и взял Да будет имя Господне Благословено Каждый из нас проверит проверить свое сердце Свою семью Если в твоем сердце есть благодарность для Господа Ты похожий на перечень этих людей Then you are similar to these people that we just listed These people that we are we boast in today And there is no difference Whether God blessed you Then give him glory and praise like Hannah did Or if you lost like Job did Then give him praise and glory like Job did And understand that God is powerful Even the loss of Job To restore it and to even make it much greater than what you lost And one more person on whom we are going to concentrate 1 Corinthians chapter 15 We are going to read from verse 57 All those characters we looked at them and they were from the Old Testament and this is from the New Testament Apostle Paul But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ You know when I think of Abraham He was grateful for all the material things When we look at Hannah She was grateful for Samuel for her children When we look at David He was grateful for friendship When we look at Job He was grateful for the problems and the trials But when I look at Apostle Paul He was grateful for Christ He was grateful for Christ It's good to have cars It's good to have a wife It's good to have a husband It's good to have children It's good to have friends It's good to have a church But the most precious thing The most valuable treasure is Jesus Christ Who at one time came to this earth And my question is for myself and for you Are you grateful to God Are you thankful to the heavens That heavens for 33 years They were left without Jesus In order so that He could come for this time And as we sang today The treasure of heaven was crucified Are you thankful for this to God And Paul he says I thank God Not because I am an apostle Not because I have several degrees And not even because of my calling But I am thankful to God for Jesus In whom I have everything And if you look at the life of Paul For him Jesus was everything When Jesus revealed himself to Paul He will say the following words Everything else I count as rubbish When I saw this treasure And I will always boast in him and thank him And the final scripture It's the book of Revelation Chapter 7 Look at what's written here Just think about this Before I read We began in the book of Genesis And we came to the book of Revelation All these people It's different destinies But all of them were thankful to God In wealth and in poverty When they gained and when they lost And yesterday when we were praying Дух Святой повел меня еще один текст And the Holy Spirit led me to find this final scripture And he showed me what happens not just on earth But what happens in heaven 9 стих После сего взглянул я и вот великое множество людей которого никто не мог перечислить из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред ангцем в белых одеждах с пальмами и ветмами в руках и возгляцали громким голосом говоря спасение Богу нашему и сидящему на престоле и ангцу и все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных и пали пред престолом на лица свои поклонились ему говоря аминь благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков аминь в небе что происходит this is what's going on in heaven в небе нету ропота in heaven there is no grumbling в небе нету нареканий in heaven there is no то что мы находим в небе complaining but what we find in heaven is that he is being praised и ему воздают благодарение and he is being given gratitude and thanksgiving вот так ведет себя богобоязненное сердце христианина and that's how a God-fearing heart of a Christian should behave друзья на кого мы будем похожи friends how will we look like второе Тимофея мы читали who will we resemble в последние дни время будет тяжкое люди будут неблагодарны скажите это о тебе написано это обо мне написано and just think is this written about me is this written about you мы будем в числе тех которые неблагодарны will we be part of those who are ungrateful or will we say today that I'm gonna be like Abraham I will give to God what is God's I will be grateful like Hannah I will благодарить за моих детей моих Самуилов I will give thanks for my children for my Самуил I will be thankful like David for friendship I will be thankful like Job not just for the gains but also for the losses I'm gonna be grateful like Paul for the crucified Christ Jesus and while still here on earth I will be in the company of those who are already in heaven and from earth I will say verse 12 saying amen blessing and glory and wisdom and thanksgiving to our God forever and ever amen who will you resemble and every one of us has to make this decision and a final example what is what can we expect if a person is not grateful I will just bring one example in the Old Testament the book of Numbers chapter 11 God he brought the people of Israel out they came into the desert and when they came God gave them manna from a mountain the shoes on their feet would not wear out do you understand what it means to go in the desert on all the rocks and your shoes don't wear out sometimes in America driving in cars we replace their shoes every year but here God supernaturally provides shoes for them God gives them good clothing but do you think they were grateful they were grateful friends this is very scary today we listen to these two thoughts or ideas I brought you seven examples and there's many more examples how the people that loved God behaved in one word they were grateful they were grateful they thanked God how did these people behave that were not grateful that were not grateful they grumbled they said everything is not how it's supposed to be Moses is bad the desert is bad where are those promises we want this and that they were just grumbling and complaining and the judgment of God fell upon them and more than 20,000 were struck down my friends summing this up I would like to call all of us don't be in the company of those people don't nurture this characteristic of grumbling my boss is bad my car is bad you know the people that drive the tanks they have this saying and those of that's their motto our tanks our tanks are the strongest and they're the fastest and the pilots they say higher and higher into the skies and there were air defense forces and you know what their motto was we ourselves don't fly and we won't let you fly and that's what there's people like that and there's people that you do good to them and you show them kindness and they thank you for that and they will shake your hand and they will say thank you thank you that for two years your family has served us thank you so much Василий что вы по пятнице мучите деток наших thank you Василий that on Fridays you teach our teams thank you что приходят певцы и поют thank you that singers come and they say and you want to be grateful and thankful а есть как здоровье да какое здоровье как настроение да тебе такого не желаю и ты думаешь вот точно как сам не летаю и тебе не дам друзья но Библия нас призывает быть благодарными благодарными за все и самое ценное Христу за Христа и самое ценное и самое ценное Христу за Христа Богу Отцу за распятого Сына мы should be grateful to God for the crucified we should thank the heavens for the Holy Spirit and my goal my final phrase today церковь Seattle Bethany church let's be grateful let's be grateful right now in our prayer to God and after the prayer and the service let's be thankful to each other to parents to grandparents to the mothers and fathers I believe that today you will receive many flowers from your children children don't be greedy for roses maybe your Starbucks will suffer this time но обними маму и поблагодари ее и мой последний последний иллюстрация мы молимся и покуда я ее рассказываю Ольга если есть песня течет ли жизнь мирно подобно реке поищи в компьютере я не договаривался но пришло мне эта идея we didn't agree on this but I had this idea это случилось 100 лет назад this happened 100 years ago человек по имени Горацио Спеффорд a man named Горацио Спеффорд он жил на east побережье нашей страны he lived on the east side of our country he was born in 1828 and died in 1888 и вот 1976 год and there in the year 1876 он был богатый человек he was a very wealthy man много денег он взял и вложил в инвестировал в стройку he invested lots of his finances into construction они построили и купили много домов they built many homes и вот осенью and in the fall 24 ноября on November 24th в этом городе разразился пожар in that town started a great fire и все стройки все дома которые были его все сгорело и все стройки and when they came to the port он посадил жену и четверо деток he put his wife and his four kids власти города попросили чтобы он задержался на несколько дней еще и он сказал я через 3-4 дня присоединюсь в Европе к вам и он сказал я через 3-4 дня присоединюсь в Европе к вам корабль уплыл но на третий день объявили по новостям что корабль столкнулся с другим кораблем и корабль на котором плыла жена and the ship where his wife was и четверо детей and his four children where корабль затонул that ship sunk жена добралась до Европы the wife she reached Europe and she wrote to the husband just two words спаслась одна I alone am saved еще здесь в Америке and still here in America he received this telegram он в тот же день приехал в порт and in that same day he came to the port он сел на следующий корабль he got onto the next ship и когда они плыли and when they were он стоял на палубе he was standing на палубе корабля on the deck of the ship и к нему подошел капитан and the captain came up to him и сказал такую фразу and he said the following words через одну минуту in one minute in one minute we're going to be passing over that spot where that previous ship sank and Spafford he was a believer он сошел he came down from the deck он пошел в каюту and he went into his room он взял листок бумаги и ручку he took a paper and a pen и написал такие слова and he wrote the following words 1876 год in the year 1876 вот эти слова these words в английском тексте эта песня называется It Is Well in the English this song is called It Is Well на наш язык она переводится течет ли жизнь мирно подобно реке несусь ли на грозных волнах во всякое время вблизи далеке в твоих я покоюсь руках ты со мной да Господь в твоих я покоюсь руках следующий куплет ни вражьи нападки ни тяжесть скорбей не склонят меня позабыть что Бог мой меня из пучины страстей в любви вас хотел искупить что в мире сравнится с устладой такой мой грех весь как есть целиком к кресту пригвожен я кровью святой искуплен всесильным Христом от сердца скажу для меня жизнь Христос и в нем мой всесильный оплод следы от греха искушений и слез с меня он с любовью сотрет Господь твоего я пришествия жду принять мою душу гряди я знаю тогда лишь вполне я найду покой у тебя на груди ты со мной да Господь в твоих я покоюсь руках с этими словами я хотел бы чтобы мы склонились и воздали Богу славу за все чем он нас благословил аминь у нас благословил и дожди и дожди и дожди и дожди и дожди и дожди и слава во веки аминь присядьте друзья люди спасибо большое друзья попрошу ненадолго останьтесь у нас еще несколько важных важных моментов мероприятий буквально пару минут очень важная информация ну первое если кто-то из вас какое-то время посещает нашу церковь и вы хотели присоединиться к члену церкви вы можете дать о себе знать и мы с вами встретимся и решим ваше желание а теперь я хотел бы позвать сюда несколько молодых людей Дима Сундеев если можно пожалуйста пройди сюда Дима Сундеев красивый высокий самое главное богобоязненный любящий Господа любящий маму и мне так приятно что наши юноши интеллигентные и Бога любят и умеют так вот красиво вести себя Дима ты пришел с цветами у тебя день рождения я не скажу не совсем да я скажу чтобы не томить да три дня назад тому да наверное три дня в четверг состоялся праздник в Аубарне Дима нашел девушку и будет жениться сестры too late все кто кто же она я не скажу ну говори сам церковь прежде всего хочу поблагодарить Бога поблагодарить пастора Василия и это действительно большая честь для меня предстать перед вами и не только для меня еще как уже пастор Василий сказал есть девушка моя избранница я бы хотел ее сюда пригласить Илона Губарик проходи пожалуйста вперед и просить церковь чтобы вы молились о нас потому что благословение церкви это действительно большое благословение я же говорил на сватовстве что они похожи еще один парень который вас сюда позву покуда он идет Дима нет Дима есть Руслан да Руслан Руслан на тебя смотрю и Руслан глянь ты какой гарный мы его знаем как Ашера он один из лучших Ашера в нашей церкви самый такой преданный и верный но сегодня он да вообще он это педвенец его стал правда помолодел такой он всегда молод но сегодня как вообще вот Руслан мы знаем что у тебя произошли изменения в жизни вчера состоялось то о чем молилась мама папа и мы церковью и вообще в январе прошлом году в январе месяце у нас был пост семидневный и на пятый день поста Бог положил нам на сердце сделать молитву за за таких уже холостяков знаете вот которым уже пора и вышло сюда человек двадцать пять и знаете что скажу Бог Бог слышит друзья мы не играемся в христианство и в церковь Бог которому мы служим отвечает реально на молитвы вот свидетельство и это только начало так что как Влад сегодня сказал сейте и проросте Руслан кого ты избрал я конечно не могу взять на себя это потому что мне это Бог дал это от Бога по молитвам моих родителей по молитвам родителей этой девушки это мне дал Бог это от Бога я хочу во-первых поблагодарить Бога потом поблагодарить родителей обоих ну во-первых своих конечно я слышал как моя матерь молилась ну и конечно и церковь, потому что люди в церкви за меня молились и благословляли каждый раз, когда видели, конечно, я не ожидал этого, от Бога не ожидал по Его милости, но я в церкви не ожидал, что так церковь за меня будет и молиться, и определенные люди, вы знаете кто вы, кто подходили ко мне, благословляли меня, я вас благодарю за это перед Богом и перед всеми вами ну и назови, ну Танечка, выйди пожалуйста спасибо он говорит, я молился и не ожидал иногда Бог и так отвечает молодцы, молодцы хорошо, я, чтобы их не закрывать Татьяна Головчик и Руслан Зиновьев слава Господу, друзья мы правда, мы рады я не буду говорить когда у них свадьба, бо если мы все так дружны, когда на свадьбу пройдем то столив не хватит они уже лично нам скажут, когда свадьба и приглашение дадут вот, а сейчас я хотел бы, чтобы мы поблагословили их и помолились за них давайте мы поднимемся совершим молитву Господи я благодарю Тебя, что Ты Бог, который слышишь наши молитвы сколько раз мамы, папы молились за этих сыновей, за этих дочерей и мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя что Дима есть в нашей церкви и что он избрал с нашей церкви себе невесту, Господи и мы просим Твоего благословения на подготовку их к ихней свадьбе благодарим Тебя и просим благословений мы благодарим Тебя за Руслана который Ты привел, Господи в поместную церковь и Боже, Ты привел и Танечку, Господи мы благодарим Тебя, что они полюбив друг друга согласились идти вместе. Благослови их подготовку Божия к браку. Благослови их от неба и от земли. Устройство Божие да будет во всех сферах. Мы знаем, что такое благословляющая Твоя рука. Да будет одна поднята над всякой, над каждой сферой их жизни. Благослови в душевном, благослови духовном, благослови материальном. Благослови день брака, день бракосочетания, день свадьбы. Благослови, Господи, всех их, Боже, всякое обеспечение. Это будет послано вовремя для их, для их нужд. И мы, как церковь, благодарим Тебя, Бога, за них. И благодарим вместе с ними, Господи, Тебя, что Ты ответил на молитвы. Молитвы их, молитвы их семей, родителей и молитвы церкви. Это еще раз подтверждение, Господи, наше пред Тобою, что Бог, которому мы служим, наш Бог, отвечающий, любящий и милующий. Благодарим Тебя за все, Отец, Сын и Святый Дух. Аминь. Я от имени церкви хочу поздравить вас. Вы где-то так впереди сядьте, потом вы пройдете сюда, и будет еще много фотографий с вами. Поздравляю вас. И, наверное, вот, братья, помогите им там присесть, да? Вы можете присесть, пожалуйста. Все остальные тоже присядьте, и я передаю микрофон для Алекса. Но перед тем, как он возьмет уже микрофон, да, Ольга, включи радио. Друзья, в нашей церкви уже на протяжении октября месяца мы имеем радиопередачу. Seattle, Bethany, Church Radio. На волне, где радиоконтинент или Игорь Хайс. А радио проходит, или наша передача проходит 15 минут. Каждый понедельник с 8.15 и каждую среду с 8.15. Радио на русском языке, так что можете приобщать верующих, неверующих. Информация будет полезной для всех. Но я хотел бы это сделать с одной целью, чтобы вы молились. Молитвенники, люди, которые поститесь, делайте это, чтобы через это приходили люди ко Христу. К нам подошла две недели одна семья, они первый раз услышали наше радио, и пришли муж, жена и ребенок. Я даже не успел с ними еще и познакомиться, верующие, неверующие они. Они говорят, мы услышали вас на радио, и пришли в ваше собрание. Друзья, нам нужно сеять, а Бог поливать будет через наши молитвы и посты. И Бог все это взрастит, Ему это будет во славу, людям во спасение.